Я Ир Мухаммед Иртезбаев, председатель Народной партии Казахстана, и сегодня я хочу с вами поговорить на тему, как сделать народ собственником земли и природных ресурсов. Уже известно, что 5 июня состоится всенародный референдум по поправкам в Конституцию. И первая важнейшая поправка в Конституцию – это норма о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов. На съезде Народной партии Казахстана 28 марта мы озвучили эту инициативу. Затем было наше заявление с предложениями по поправкам в Конституцию, поэтому мы глубоко удовлетворены разработанным пакетом поправок в Конституцию. И, конечно, поддерживаем ее. Мы считаем, что вот эта поправка имеет ключевое значение для переформатирования всей экономической модели страны. Природные ресурсы – это же основа нашей экономики. Но основные месторождения и природные ресурсы оказались оккупированы глупой олигархов, так называемой олигополией. Они получают огромные сверхдоходы. А народ оказался отчужденным от природных богатств. Сейчас, через изменение Конституции, народ получит возможность получать доходы от природных ресурсов. Но как эта норма будет реализована? В проекте поправок сделана одна оговорка о том, что от имени народа право собственности осуществляет государство. Да потому что государство – это и есть народ. От имени народа государство управляет землей и природными ресурсами. Но выгодные доходы от их использования должны получать народ напрямую. Сейчас все основные активы страны сконцентрированы в фонде «Самрук Казна». Это «Казмунагаз», «Казатампром», «КТЖ», «Казахтелеком», «Казпочта», «КИГОК», «Эр Астана» и многие другие компании. Общая стоимость активов «Самрук Казна» превышает 65 миллиардов долларов США. Эти огромные активы управляются абсолютно неэффективно. «Самрук» получал из бюджета гораздо больше, чем выплачивал дивиденды. С 2008 года взносы в уставный капитал «Самрук» из бюджета составили, представьте, 1,8 триллиона в тенгер. А дивиденды, которые выплатил «Самрук» в бюджет, всего 450 миллиардов тенгер. Все компании «Самрук Казна» пронизаны в схемах, бенефициарами которых являются наши доморощенные олигархи. Единственным акционером «Самрук Казна» является правительство и, соответственно, управляется тоже правительство. И пока правительство будет являться основным акционером «Самрук», эффективного корпоративного управления не будет. Наше предложение. Передать 100% акции «Самрук Казна» в неотчуждаемую и ненаследуемую собственность всем казахстанцам. Одна акция каждому казахстанцу. Что это даст? Казахстанцы смогут избирать руководство фонда, совет директоров, правления. То есть назначать действительно эффективных управленцев, а не тех, кого захочет премьер-министр, администрация президента или кто-то еще. Будет разработано приложение народного акционера, где каждый гражданин сможет проголосовать. Все решения будут приниматься голосованием и большинством, как это делается во всех публичных компаниях, по лучшим стандартам корпоративного управления. Самое главное, граждане будут получать ежегодные дивиденды. В 2020 году, вот даже при текущем неэффективном управлении и пандемии коронавируса, Самрук Казна получил чистую прибыль в размере 600 миллиардов тенге. Что это значит? Это значит, каждый казахстанец смог бы получить 30 тысяч тенге в виде дивидендов. А представьте теперь, что при честном и ответственном и прозрачном менеджменте, Самрук Казна, честном и ответственном правительстве, вот эти дивиденды, они могли бы составлять 300 тысяч тенге, а может миллион. И это не какая-то абстракция, вполне реальный работающий механизм. Есть хороший пример. Например, вот в Нидерландах, там есть кооператив Рэбо Банк. Около двух миллионов граждан Нидерландов являются его членами и голосуют по вопросам распределения прибыли. Стать членом может каждый гражданин бесплатно через сайт банка. Или возьмем знаменитый норвежский нефтяной фонд. Я посмотрел цифры на ноябрь 2020 года, на каждого норвежского гражданина приходилось 237 255 долларов США. Мы, как Народная партия Казахстана, разработаем специальный законопроект по реализации конституционной нормы «Земля и недра принадлежат народу» с конкретным правовым механизмом стопроцентного акционирования фонда Самрук Казны. И граждане будут сами решать, как управлять народными активами, кого назначать руководителем, как распределять прибыль. С вами был представитель Народной партии Казахстана Ермухамед Иртисбаев. Субтитры создавал DimaTorzok